всем привет ой я сегодня вышла посетить его супермаркет китайский вот этот купить мясо ну и потом большой супермаркет если доберусь то купить там там астана здесь тоже есть но такой как не надо нету клубника подешевела одна он коробочка 4 доллара стоит виноград стоит разный коробочка 6 долларов то банановые видели 249 так идем дальше дальше авокадо такое авокадо авокадо сколько она 2 доллара штучка бери ешь не хочу киви голд 599 дыни 9 долларов штука это звезды не всегда по какой-то такой бешеной цене ананасы 6 долларов штука что тут еще какие-то груши ой такие груши обалдеть товарищи 8 долларов штука 799 штука я хочу взять яблочки гренни смит 2 доллара такой пакетик ну там нем грамм 600 700 будет можно взять на разрез там вот есть 499 килограмм но не хочется брать пакетом поколаться с ним и так далее так мандаринчики 499 новозеландские сладкие мандаринчиком можно взять киви которые зеленые на разрезе стоит вот 3 доллара килограмм что тут еще лимоны 24 нет свой плиту лимоны 399 килограмма такие вот такие лимоны оранжевые такие вот лимонно расспасованные 249 упаковочка а то я сейчас вам наговорю и хочу взять такой вот кусочек говядины для тушения своей мультиварки а сделать такую капусту с говядиной тушеную дальше здесь вот такое всякое разное свинство сейчас говорю одну упаковочку здесь разная баранина такая сажирная и молодая ну прям на не такое это кругом резкость салу понож не сало а жир сейчас посмотрю выберу я вот здесь взяла кусочек такой посмотреть 12-40 это ребрышки хорошо так выпить и с овощами картошка такая немытая 299 килограмм и мы не знаю считается что это немытая лучше я не хочу и голодный год я наелась немытой картошки за 50 лет из одного супермаркета еду другой одна на весь автобус никого нету но сегодня воскресенье поэтому основная масса людей особенно те кто работает имеет возможность сейчас работать они побежали на пляж ой жарко не выносим иду я в этот супермаркет каундаун сейчас мне дадут зеленый свет и я потепаю ой знаете так жарко теперь я буду жаловаться что мне жарко то что лето на носу но ты стоишь и здесь такой холодный ветер дует вот это вот такая проблема ты весь такой из себя распаренный а тут дует холодный ветер ну такая погода всегда в новой зеландии здесь всегда прохладный ветер подошла к цветам цветов полно букетов вот такие букеты стоят 45 долларов такие большие большие вот эти вот такие орхидеи нету ни одной то ли все разобрали то ли их и не подвозили кабачки и пиццукини 13 долларов килограмм я взяла такой салат 520 знаете хотела купить зеленый лук тут посадить выбрать ну не нашла ни цены на него а 250 потом три бодылочки 250 и половина без корней а мне надо с корнями тут салаты всякие всякие в основном 350 стоит что там еще шпинат 549 пучочек так а я пойду в сыры стою думаю какие выбрать хочу взять на две упаковочки вот прошлый раз я брала вот этот сыр такой вот по моему да и такой сыр такие по моему это типа сулбуни сыры такие знаете крошатся хочу взять еще другой такой вот красный попробуй какой он и вот еще какой-то такой интересный сыр и спробую уже и все которые тут есть мясо мне не надо но я все-таки подошла посмотреть вот 53 20 килограмм вырезка это айфилит называется вот такой кусочек мясо стоит 110 долларов там сколько что 2 чем-то килограмма вот такие стейки это сэрлэн стейк называется 37 долларов килограмм вот такой стойка так и должен нарезался стейк так 2550 у нас китайском тонко нарезают а стейк должен быть такой вот тоже нарезано ангус биф это австралийское мясо скотч называется скотч филит такой 49 20 фаршированный чем фарш 17 долларов килограмм ну и там он какие стейки можно вкус мяком таким купить 39 долларов а вот такой лежит один сиротливый ананасик 350 штука бабушка не стесняется я вам там подняла ящичек и выбрала какой на меня смотрел помидоры на развес 14 99 килограмм много-много других разных я не буду туда сильно отвлекаться я тут сейчас надергаю селёдочка белорусская имеется 7 долларов упаковочка имеется всегда имеется белоруссии растет селёдка так это вот такое называется чесночный хлеб надо его в духовку он там маслом внутри намазанный и чесноком всякая такая выпечка так что тут у нас тут тоже выпечка выпечка проходим мимо с тех пор как я вычитала что во всей этой выпечке имеется как это называется пальмовое масло так сзади пошла и в википедии его поизучала так там так написано на русском языке на на английском почитать что это вообще страшно полезное такое и что все должны его есть постоянно поэтому я с тех пор всякую эту выпечку не покупаю увы а знаете чтобы люди не очень понимали как писать они вот пишут канула ойл до вегетабл экстракт вегетабл экстракт из пальмы такой экстракта пахнет так хорошо это такой сыром хлеб и с беконом стоит 4 доллара хочется купить а он там извините с экстрактом с каким-то тут тебя соблазняют целыми пачками напеченные это называется капкейк такой знаете как бы кейк капкейк это как бы кейк в кружечке такой маленький я бы сказала ничем не отличается от маффина или кекс что мы называем ну только того что там немножко тесто отличается и как бы кремом сверху намазано вот 6 доллара стоит такая упаковка 6 штук тут всякие еще выпечки 4 50 это вот именно маффины кексы кексы так что тут у нас еще тоже такой пирожок со всяким разным 4 доллара выпекать не надо ну может а мы проходим мимо мы так вот у из филопестри делаем то есть филотеста по-английски филопестри да смотрите какие красивые тут кексы всего 4 доллара стоит было 6.50 сейчас 4 доллара оно будет такое вкусное такое шоколадное здоровая такая штука ну берем себя в руки как всегда и проходим мимо проходишь мимо а тебя тут за руку хватает такая коробочка с такими конфетками с малиновым вкусом внутри такой зефир до печенечка там сверху шоколаде стоит такая коробочка всего 3 доллара но мы опять проходим мимо 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 а уж вина так вина вообще хотят тебя захватить в плед и никогда не выпускать тоже идем мимо ну шо ж такая наша планита орехи на развес все вот закрыты заклеены вот представьте эти два месяца стоят стареют супермаркет несет убытки ну можно купить вот в упаковках пойду сейчас вот здесь вот гляну в упаковках тут всякие кэшю полкилограмма 15 долларов это значит килограмм будет 30 долларов вот меня тут соблазняют жареные этот жареный миндаль наверное я соблазнюсь везде пишут орехи надо кушать ну вот и соблазню тут он был 16 долларов 600 грамм сейчас 12 долларов куплю вот здесь вот еще так много всякой разной еды по пять пятьдесят две с такой коробочки 350 грамм бекон и пармезан макароны итальянская лазанья еще лазанья там такой пирог коттечпа это называется это там внизу фарш сверху картошка ну тут еще всякие разные кусочки отрезанные вот здесь вот мясо и жареная можно купить там готова это она не замороженная стоит здесь то есть это надо как бы быстро его реализовать им вот по 7 долларов жареный рис жареные нудлсы нудлс нудлс называется ремешель такая ну и прочее тут вот всякие салатики дальше идут новозеландские пирожки по 550 такие большие большие пирожки там такие вот они с такой начинкой срединки горшочек с мясом с крышечкой есть такие вот запакованные 220 цена 390 цена просто разные есть вот такие еще пирожки с разными вкусами копченая рыба картофельная сверху как бы топ там мясо будет внизу butter chicken это такое в индийском вкусе стейк пирожок все это будет вот такое вот как бы вот такое горшочек из теста с крышечкой что тут еще вот можно купить еще такие вот готовые штучечки шпинат и фета здесь м это киш киш называется это знаете такое в этой такой из как бы из теста форме там наложил что у тебя есть и залил сверху яйцами и выпекаешь и будет тебе такой киш дальше вот соки которые я не покупаю никогда вот это вот называется как это simply squeeze it это как бы просто отжатый просто отжатый он отжатый только все равно в него что-то добавляют такая литровая бутылка 4 доллара стоит 2 литровая бутылка 750 него что-то добавляют и потом если я буду пить такой сок стакать по стаканчику допустим каждый день течение недели я потом всегда повышалась от него давление в конце недели не знаю чуть туда добавляет она мне не подходит это апельсиновые такие это вот ягодные соки все это еще какой-то а вот из срок из этих из ягодок здесь вот это стоит 5 долларов морковка морковка что там еще морковка яблоко апельсин лимон что там еще джинджер это имбирь и тюрмерик тюрмерика забыла что это такое в общем что-то что-то такое вот здесь тоже такой овощной сок яблоко морковка манго апельсин имбирь и тюрмерик тюрмерик как это приправа такая 450 такая бутылочка ну сколько тут много много вот вот это все дальше а вот это ну что будет интересно это называется dairy free сыры то есть это сыры в которых нет молока то есть чего их сделали и стоили из чего-то это для тех вот этих веганов там вегетарианцы но вегетарианцы они то сыр едят и молоко а это для тех кто веганы не знаю чего и делают ну на вид вылитый сыр очень похоже вот такая упаковочка стоит 8 долларов 8 долларов там сколько 200 грамм дорого это дорогое удовольствие быть веганом это я зашла в айл который никогда не хожу с вами это кока-кола вот такая бутылка двухлитровая 380 стоит такой ящичек 9 долларов там разная кока-кола кока-кола которая называется zero zero это значит как бы она без сахара сахара заменителем тоже 380 это полтора литра дальше тут идут напитки спрайт спрайт такой спрайт без сахара на сахара заменители 380 спрайт это со вкусом лайма если кто-то знаете не очень определяется то спрайт он со вкусом лайма дальше идет такой напиток фанта это все знают а это вот не все знают это такой напиток l&p это лайм и пи забыла что там персик чешок или пешенфрут это чисто новозеландский такой напиток 380 тоже стоит бутылка написано лимон и пайро и знаешь вот такое вот но это новозеландский вот это вот именно такой новозеландский напиток ну и дальше тут целый айл то что называется junk food на английском языке то что никогда нельзя кушать чипсы 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 джан джанка это знаете такой как бы мусорный фуд мусорная еда такая вот то есть все 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 я сюда не хожу моя диета мне не позволяет сюда ходить а хочется иногда зайти посмотрел и пошел следующий пайл как называется пайл это вот вот это вот как бы промежуток между это значит что тут у нас написано бискет вот это печенье long life milk это молоко такое знаете запахованная до длительного использования очень натопленное смахивает чай кофе чай кофе и что там еще справиться но это то на маски как сейчас это называется на маски разные на маски хочу здесь вот карточки висят купить такую карточку тебе зарядят ты можешь использовать как подарок вот эти вот здесь и такие вот напитки есть всякие напитки газированные они по-английски называется спарклин спарки то есть такие вот как брыжущие напитки любых четыре напитка полтора литровых на 5 долларов купи и пейся знаете здесь люди компотом не варят и понятия не имеют что-то такое они вот это пьют это или соки я зашла в такой айл мне тут надо томатная паста всякое такое это вот здесь вот эти знаете вермишели быстро приготовления любые там он пакетиках баночках в коробочках то есть это вот то что налил водички и ешь себе с разными вкусами и разную цену ну такой стаканчик стоит 80 например центов чуть побольше он повыше стоит стоит доллар 30 он там целая упаковка где там аж 12 штук а там внизу стоит знаете какие квадратненькие будут это 5 99 я помню в украине такое похоже называлась мивина дети так это ели я помню когда моя младшая дочь была маленькая дети покупали вот такие вот упаковочки ну такие похожие они варили их высыпали прямо в эту сухую упаковку эти вкусовые добавки и у них такие получались чипсы помню 30 копеек это стоило ну там вот дальше всякие там крупы крупы я дошла то что я хотела купить вот такую томатную пасту замечательная всего 2 доллара но она такая вот знаете вкус у нее прекрасный я так ее еще на пиццу мажу и так если что готовлю вот сейчас на грибу а еще знаете здесь очень много таких вот баночек покупаешь такую баночку и там сварил вермишель например и вылил эту баночку туда или если надо вот это вот было не из такой или можно взять этой баночкой там залить что-то там что ты хочешь духовке заливаешь такими соусами вот и здесь много разных вот например для лазаньи вот вот соус там еще что-то такое и тебе будет готова я не очень такой покупать то что-то как бы на большую порцию надо открывать а мне что для одного человека для одного будет много получаться там несколько порций получится я не хочу потом это три дня есть вот три рубля масло растительное из косточек винограда что-то это раскупили булочки пустые что-то еще такое было мне не надо я как-то покупала масло и масло но все одинаковое вкуса то нет никакого в рафинированном здесь вот всякие соусы тоже которыми можно поливать свои салаты вот девушка такая в черном видите такой большой тачка вот это она ходит и собирает то что заказали через интернет то есть оформляет заказы вот она несколько сразу набирает а я захожу сюда где написано интернешнл то есть как бы международный флор и щуга это мука и сахар пиклс это солености всякие и соусы хочу купить томатный соус вот здесь вот такие такос такос это в мексиканском стиле начос такос это тут знаете все для мексиканского для еды в мексиканском стиле там покупаешь посыпаешь что-то там еще с ними делаешь вот это их вот такое вот такие вот какие-то сухие хрустящие блины такие а между ними там находятся это салат какой-нибудь мясо еще что-нибудь такое или вот такой как бы рулет называется буррито это тоже такое вот интересное заворачивается такое это именно смесь это конечно не блин там и не овощи а это смесь для того чтобы вот как бы спайс микс для буррито то есть для буррито то есть такой будет как бы идентичный вкус как в мексике дошла я по всяких соусов кетчупов каких их тут только нету всяких барбекю стейк соус то есть как бы должно сочетаться ой а вот такой соус который называется табаско вот 450 это значит такое ядовитое ядовитое которая по каплям ну и там дальше эти соусы 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 соевые соусы большой выбор всякие разные внизу так а я хочу кетчуп кетчуп местом жареная рыба дома я чуть не морочить себе голову с каким-то томатным соусом как-то я подумала так можно взять и кетчуп к бутылка здоровая мне пришли такое поменьше я бы хотела хайнс только такая бутылка 9 долларов вот она такая вот она знаете очень большая она литровая очень большая бутылка если вот из бренд я его не люблю есть еще вот крекс 389 ну пошла хайнс только в такой здоровенной бутылкой а я хочу маленькой сейчас поищу мне сказочно повезло нашла нашла томата кетчуп хайнс 450 знаете мне чтобы не тащить тяжело все это тащить прохожу мимо мясо мясом объешься если вы помните когда я была прошлый раз супермаркете так было тут пустые полки а теперь оттуда тянется такая стена чего хочешь сколько хочешь и как хочешь я хотела бы купить целую курицу и пожарить ее в духовке я подумаю здесь можно сейчас купить целую курицу есть вот такие запакованные 1190 стой но это очень большая это на 2 килограмма курица такая вот мне бы поменьше знаете из килограмма 400 или еще такая это такая очень большая я зашла сюда где всякие эти шампуни я что-то не вижу такого как мне надо пантин а вот увидела вот увидела внизу я такой для окрашенных волос сейчас посмотрю увы увы не нашла для окрашенных волос а вот еще вот вот color protection кажется нашла да вот она для окрашенных волос ура ну тут всякие дезодоранты ки мне пока не надо у меня все это есть ну да вот ищешь она знаете бутылочки поменяли расцветку они так периодически меняют расцветку и ты потом ищешь ищешь такая как у тебя было а ее как бы близко нет а так а то что у нас а тут у нас всякие бритвы 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 вот знаете чего я здесь не вижу так это лезвий позади чтобы было пачки отдельное лезвие такого и не вижу тут не знаю даже есть она или нет затеки как у нас были мне бы надо там иногда там на орхидеечке что-то срезать а мне нечем я закончила свой шопинг иду на кассу ой умырилась я уже мерять километры поэтому супермаркету ну вроде бы тут у меня есть списочек вроде весь его выполнила вы знаете я пока стою жду автобуса осталась уже одна минута хочу показать вам как я все упаковала у меня уже такой опыт упаковки вот в эту тролли ну еще пакетики я купила для такого для легенько а вот я когда дома вытащу и покажу вам сколько чего я купила вы будете думать куда ж она это все упаковала и как она это дотащила начну с первого супермаркета с китайского так сказать вот я потратила там 54 доллара 17 копеек из них 7 долларов и 7 копеек пошло в казну государства купила я по 5 долларов мандаринчиков полтора килограмма на 571 вот знаете можно спросить я чего не покупая апельсины потому что их чистить плохо поэтому мандарины лучше быстренько почистил так купила там три картошки которые по 249 килограмм потянула на доллар 67 то будет лежать пока и вырастет уже мне там где-то есть одна поросшая так яблочки вот такая сеточка 2 доллара килограмм пойдет фило тесто на какой-нибудь пирожок или еще что-нибудь таком духе так ну и вот здесь вот я мясо 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 купила значит это такой blade стейк называется по 1750 килограмм 7 долларов такой кусочки на 410 килограмм вот он 17 717 потянул я уже говорила сделаю тушеное так это шо у нас это у нас бараньи котлетки такие вот хорошие знать их так классно готовить посолил поперчил я еще немножечко шпигую чесноком там ну постояла полчаса и в духовку в духовке 30 минут и готова то и 25 минут значит это вот вес 400 грамм 1240 стоит по 31 доллар килограмм вот этот класс я купила гляньте это вообще это то что называется в украине подчеревок а по-моему это правильно по называется вообще грудинка гляньте тут такое одно мясо будет классное потушить но вот это вот жир можно будет обрезать это по 18 долларов килограмм здесь 586 грамм на 1054 ой тоже так классно такой потушить с капусткой мультиварке и вообще лучше и не надо так это я купила два стейка стейки по 26 долларов килограмм здесь 336 грамм на 8 73 это вообще это сирлоин стейк это милое дело туда-сюда на сковородке несколько раз и готова вкусно замечательно мягкое мясо такое получается и возни никакой нету к нему салатик и все и тебе обед готов это за 5 минут так и это как бы отбивные такие свиные до называется pork loin по 14 долларов килограмм здесь 426 грамм на 5 96 это я тоже это я делаю такие как бы отбивные потюкала потюкала обваляла раз-два обжарила чуть-чуть там притушила чуть 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 под крышечкой и все и готово так вот это я купила все в одном супермаркете вы обратите внимание тут как бы все это это уже нелегко было тащить ой что я надрывалась тащила из другого супермаркета значит помидоры вот здесь на 10 75 700 грамм по 15 долларов килограмм а даже один такой с носиком попался мне ананас сколько он там был 350 по моему он был штука 4 доллара вот такой хороший кусочек тыквы это между прочим тыква органик то есть выращена без пестицидов и прочего таким натуральным путем и такой салат айсберг который называется он 5 20 стоит знаете я из него позавчера из него там и еще но там всякого другого я сделать такой вкусный салат классный такой я вам покажу потом сниму я не успела снять и его быстро съела там я потом вам сниму и покажу очень салат вкусный получился из молочных продуктов я купила два таких по 700 грамм йогурта из которого я делаю творог из этих дух 800 грамм получается где-то 450 грамм творога по три доллара каждая эта баночка баночка сметаны 250 грамм называется light это 9 10 процентной жирности а если такая знаете обыкновенная по-моему на 20 процентов жирности но я всегда такую беру нормальная сметана стоит она 3 доллара и 20 копеек и два таких разных сыра я купила попробовать тоже английский как и прошлый раз но привлекло такой внешний вид знаете тут что такое желтенькое тут что такое оранжевое это сделано в англии это называется двойной глотчестер значит такой делишесли это очень вкусный гладкий и такой когда сливочный сыр должен быть с таким вкусом жирность у него хорошая 34 9 ничего себе так жирность обычно я покупаю 23 или еще что-то но это так сказать и буду испытывать на себе и рэд лечестер сыр который называется традиционно такой на sweet and nutty такой ореховый сладковатый ореховый вкус тоже 33,6 процента жирности ну ничего испробуем этот сыр каждый из них стоит 850 здесь 200 грамм это то что я купила из замороженных продуктов значит я купила вот такой как бы перекусить баттер чикин это там вот такой рис знаете эти сколько тут нарисовано мясо а когда ты покупаешь коробочку за три доллара да то там как бы не видно чтоб там было столько и много ну знаете если надо быстренько перекусить например утречком на завтрак так перекусил и что-нибудь там если тебе сильно не хочется перекусил там чайком запил и вперед и с песнями дурят дурят покупателя а с другой стороны при наших ценах ну что туда можно на три доллара по положите ничего в общем то так такое пирожок купила за доллар 80 минс минс это фарш мясной фарш там будет ну вы знаете такой горшочек из теста в котором там находится этот фарш и купила вот такие уже порезанные порезанная такая зеленая фасоль она будет такая нежненькая и вкусная я люблю такую фасоль значит это фасоль сколько она у нас стоит 240 пол килограмма 240 с чесночком на сковородочку замечательно это такая как бы можно сказать бакалея тут я уже как говорила до томатной пасты дорвалась она очень хорошая по два доллара всего такая баночка это прям даром тоже там рядом стояла в такой же баночке другой бренд 4 доллара вот я ее купила на 6 долларов три штуки потом купила вот это вот такое как бы куриное мясо chicken breast это написано куриная грудка такая знаете как бы измельченная немножечко но не как фарш измельченная а так как если бы его немножечко так вот вилочкой знаете разъединить вареный это делается для вот такой вот типа сделай себе бутерброд если тебе надо вот возьми там хлебушка помидорчики туда вот такого вот в нем имеется немножечко майонеза то есть это как бы такое смешанное с майонезом знаете если хочется сделать одну порцию оливье то можно там взять там пол картошки пол огурчика одно яйцо и вот этого добавить там и будет тебе оливье значит вот это вот две баночки так они рубль сорок стоит но с них там 10 копеек скинули за 2 получается на 272 баночки и и еще я купила вот это вот это тунец или по-английски это тюна называется это тоже такая кусочками рыбка в чанки стайл это такими знаете не перемеленная просто так кусочками она там лежит без костей без ничего спрын вот а просто в воде и вот тот салат который я вам сказала из салата который я собираюсь сделать там вот такая пойдет тюна ой товарищи как будет вкусно значит четыре баночки обычно они стоят по 220 а теперь сделали на них скидку и вот четыре баночки на 6 долларов то есть каждая баночка получилось доллар 50 ну баночки маленькие 95 грамм всего так это я как и говорила купила жареные жареный миндаль жареный миндаль тут пишут что надо орехи потреблять будем потреблять 12 долларов 600 грамм знаете когда хочется какого-то такого супа с горохом чем-нибудь можно копченым так каким-нибудь там кусочком копченой курицы то я покупаю не горох а вот лентилс лентилс это чечевица чечевица такая вот красная она так разваривается быстро и между прочим такой нет знаете хороший нежный вкус ну очень на горох похожий значит это вот тут и и пол килограмма на 3 доллара 19 копеек и вот этот кетчуп который я искала и вот я его уже использовала мне там рыба была жареная в холодильнике я пришла и покушала разогрела рыбку эту и чтобы не делать там самой томатный соус я вот этим и покетчупила таким вот томатным кетчупом очень вкусный мне понравился этот кетчуп 450 такая баночка сколько в ней в этой баночке пол 500 миллилитров пол литра класс мне понравился он то я уже и раньше как-то хейнс это вообще такой хороший бренд я как-то и раньше убрал но очень давно и уже так забыла но это тоже очень мне понравилось так то есть быстро и хорошо начала убирать и забыла сказать за такие огурчики замечательные такие огурчики такие меленькие и так просто кушать еще я когда делаю пиццу пиццу такую я туда режу эти огурчики как бы они у меня идут за овощи 220 стоит такая баночка 680 грамм здесь ну и последнее значит это вот ветчина такая нарезанная 200 грамм 5 долларов стоит попробуем я такой бренд еще никогда не покупала farmland посмотрю какая она там будет такая обычная солененькая вот это вот дерут в этом каундауне за эти вот эти вот пельмени вареники которые я покупаю обычно аж 580 а в другом супермаркете можно купить за 420 представляете какая разница так это вот то что я делаю пиццу из чего обычно я люблю из цельнозернового хлеба но вот как только начался у нас этот последний локдаун почему-то они перестали печь пекут только из белого вот это я намазываю пастой ну и сверху там всякого насыпают то вы видели 4 штуки стоит 4 доллара так хлеб я уже его начала 350 такая упаковка хлеба и что еще ну и эти предметы ухода за собой 2 доллара и в шампунь а сколько этот шампунь сейчас я посмотрю сколько он стоит этот шампунь это шампунь для крашеных волос стоит 8 долларов 375 миллилитров ты им пользуюсь 15 лет таким шампунем и не надоело вот этого я погуляла сегодня на 183 доллара государство с меня поимела с них 20 с лишним долларов 22 доллара то есть это то что ндс называется ой спасибо что вы были со мной мне было знаете не так ходить тяжело я не думала про то что болят ноги обдумала про то как держать камеру сейчас это разберу перемою ой упаду кресло свое замечательное кресло и буду монтировать видео которое вы сейчас смотрите всего вам доброго встретимся еще